Дорогие друзья, сегодня я буду переводить Давида. Давид, это шутка. Нет, я не знаю английский, поэтому Давид будет переводить меня. Мы вам благодарны очень, что в такую погоду вы нашли все мужества. Я думаю, что вы, ну, кто-то в любом случае слышал новости, надвигается ураган. Мне нравится реакция людей около окна. Так аккуратно кто-то приоткрыл жалюзи, посмотрел. Это хорошо, это говорит о том, что вы так от мира абстрагированы немножко. У нас соседи на площадке адвентисты, мы им тоже сказали, они говорят, русского человека ничто не сможет с пути сбить, он пойдет на богослужение, хоть что будет. Хорошо, друзья, сегодня хотелось поднять некоторые вопросы, а может быть точнее пройтись по истории жизни одного человека. И мне показалось не просто интересна именно его история пережитая, а может быть те выводы, которые он из нее делает, и вот та жизнь, к которой он приходит сегодня. Для многих из нас, я буду честным, некоторые моменты покажутся странными, по крайней мере так, может быть мы не воспринимаем реальность, которая нас окружает. И прежде чем мы коснемся его биографии, я вам обозначу четыре вопроса, которые я хотел, чтобы просто вы в процессе нашего размышления держали в голове. Я думаю, что многие из вас переживают о том, что наша духовная жизнь и вот наша жизнь в мире, они отличаются. Ну, то есть в субботу вы как-то больше посвящены духовным вопросам, да, а на неделе вы вынуждены решать вопросы, связанные с работой, с учебой, с какими-то обычными мирскими занятиями. Потому что в субботу мы думаем о духовных проблемах, но в неделю мы думаем о духовных проблемах, как в нашем работе и так далее. Как мы работаем с клиентом. Мы часто озабочены, что вот наша, как сказать, реальность, да, она не совсем, она вот может быть похожа на вот те такие отрывки духовного времени в жизни. Второй момент, задавая себе вопрос, можем ли мы подумать или предположить, что люди в этом мире, атеисты или люди других вероисповеданий, религий, могут нас чему-то научить? And the second point is, can we even think of secular people teaching us some spiritual things? Can we, because of some secular people, become closer to God? Ведь все-таки есть такое бытует мнение, что вся истина сконцентрирована у нас. И мы можем сказать, что мы, так сказать, проявляем шество над остальным миром, и мы должны донести ему свет. And so we tend to think that sometimes we are kind of in charge of the whole world, and we are responsible to carry the light of the whole world. Вы так не думаете? Don't you think so? Вы задумались, это хорошо. Еще один вопрос. Иногда мы в христианстве стали им целью, они нас полностью поглощают. То есть вы пытаетесь добиться чего-то хорошего, но внутри вот вашей религии. Иногда, но это, наверное, больше касается пасторов, это усердие приводит их на больничную койку, просто не остается сил, там уже терпения, уже физически люди истощены. Но цели, как правило, хорошие, то есть увеличить количество прихожан, построить новую церковь и так далее. Еще один момент касается тех, кто идет по христианскому пути один. То есть вы ушли из семьи, христианство приняли только вы, и вот вы стали врагами. Есть такой момент в Библии, когда говорят, ну, враги домашние ваши, сам Христос говорит. Another example is, when you have become a Christian, and you are alone in your family, and so you are totally alone, and sometimes we recall this text in the Bible that says that those that surround a believer, they are actually his enemies. Предположим, вы пришли из другой религиозной среды, и вот вы как бы апеллируете текстом то, что Христос же сказал, что не мир принес, но меч, и постепенно стена между вами, как христианином, и вашими близкими родными растет. Ну, в итоге вы смиряетесь с ситуацией, то есть, ну, значит, так тому и быть. Я прошу прощения у нашей молодежи, тему мы частично поднимали в прошлую субботу на Фридме, просто сегодня я хотел взять ее немножко шире, потому что мне показалось, я видел интерес в ваших глазах. Поэтому именно вам я обещаю, что там будут новые истории, чтобы вам не было скучно. Это история одного молодого человека, зовут его Самир Сильманович. Он родился и вырос в Югославии, в хорватской семье. У него были очень интересные родители, потому что они были выходцы из мусульман. Но можно сказать, что они были атеистами. Причем мама его была еще связана с католиками. Что интересно, то что в их семье были заложены очень хорошие принципы. Они хотели, чтобы их сын вырос порядочным, честным, благовоспитным человеком. Кроме того, отец помогал своим родственникам, а их было больше 50. Перебраться ближе к нему из тех отдаленных уголков, где они жили, наладить здесь свой бизнес. Его мама была женщина с большим сердцем, она помогала всем подряд. И отец всегда в этом ее поддерживал. Была еще одна традиция, они очень любили праздновать праздники. И, может быть, небольшая странность в том, что они не принадлежали ни к одной религии, поэтому праздновали все подряд. То есть какие-то мусульманские праздники, они там готовили барашка, соблюдали вот как вот должно. То есть тем же успехом могла отмечать какие-то коммунистические праздники, как 7 ноября. Но все равно вот у Самира оставалось такое ощущение, что они просто умели и учились радоваться жизни. И как бы на фоне того, что они очень многим помогали, в этом не было ничего зазорного. А наступает время, когда он вырастает и идет в Югославскую армию. И вот он встречает очень интересного сослуживца, этого молодого человека, он даже не помнит имени, потому что все звали его Тюфяк. У него было две отличительные черты у этого солдата, он постоянно говорил о Боге и всем о нем рассказывал. И причем, что может быть больше смущало Самира, он тоже умел радоваться жизни. И он с собой носил такой мешочек с едой, потому что свинину он не ел, то есть он кого-то напоминает, да вам? И, видимо, это были какие-то запасы продуктов на ближайшее время. Мешочек или пакет с едой он с собой носил. Вот этот солдат по имени Тюфяк. И Самир не знает точно, почему он стал с ним общаться, но они начали размышлять вот о жизни. Однажды, когда они вышли на улицу, то вот этот солдат сказал, он радуется солнечному дню и благодарит за это Бога. На что Самир сказал, зачем тебе каждый раз приписывать это Богу? Почему нельзя просто порадоваться солнечному дню? На что этот солдат недусмысленно отметил, когда я вхожу в солнечный день, я вхожу в дар. И Самир над отмечает, что говорит, я понял, что он пытается мне сказать, что кто-то заботится об этом дне. Кто-то хочет думать, что день был таким. Я же пытался просто примириться с постоянным вот таким гнетущим присутствием Бога, который постоянно говорил вот этот брат рядом с ним. И он задал ему встречный вопрос, когда в солнечный день входишь ты, то есть во что ты входишь? Это спросил вот этот тюфяк. Мне тоже немножко смущается, что не сохранилось имени этого солдата, жаль. И сам Самир пишет, что может быть общение с ним не дало таких больших результатов, но он заинтересовался, стал читать Новый Завет. Наступил однажды переломный момент, когда он ушел немножко дальше от казармы, вечером сел на лавочку и решил первый раз помолиться. Он был уверен, что Бог находится в каких-то рамках, вот определенного понимания. И он произнес очень странную молитву, он просто сказал слово Бог. И он описывает то ощущение, которое его посетило. Он вдруг понял, что Бог наполняет все, что находится рядом с ним. Вдруг он понял, что Бог наполняет все, что находится рядом с ним. Шум ветра, природа, все, что было рядом с ним, у него было ощущение, что вера сидела с ним на лавочке. Это был момент, который, в принципе, она стала травной точкой в его путь в христианство. Придя домой, он вошел в кабинет отца и сказал, надо поговорить. Служба закончилась, у него открывались большие перспективы. Родители были готовы оплатить любое обучение, дать любую возможность и специальность. И он сказал, отец, я должен нечто сказать тебе. Отец почувствовал, что это что-то очень серьезное, важное, и очень насторожился и сказал, если ты разбил машину, если какая-то девушка от тебя беременна, мы все сделаем. То есть, нет проблем, через которые семья наша не смогла бы пройти или переступить. Отец пытался разобрать крайние варианты, что может быть самое плохое. Но я подчеркиваю, что это были хорошие родители. Но я хочу сказать, что это были хорошие родители. И он сказал, я стал христианином. И после чего отец испытал такой шок. И Самир понял, что для него это самое худшее, что может быть. Он предлагал ему любое образование, в любую точку мира, лишь бы он передумал. В итоге родители через какое-то время не пришли ни к чему другому, как были вынуждены просто изгнать его из дома. И он начал скитаться по домам христиан, своих новых братьев, сестер. И знаете, что странно? Он увидел, что там люди тоже живут с сомнениями, с переживаниями. Порой они надломлены. Но наряду с этим они пытаются следовать тому пути, который они избрали. Но, nevertheless, они все пытались идти по дороге, которую они раньше выбрали. Перед его уходом из дома родители пригласили очень уважаемого имама. Это священник мусульманской церкви. С целью, чтобы он, конечно же, переубедил его. Они были такой целью, чтобы этот мусульманский церкви мог бы его reconvince. Знаете, как мы, адвентисты, готовимся к таким встречам? Но надо, как минимум, выучить Новый Ветхий Завет, чтобы апеллировать какими-то текстами. Ну и надо вообще выстоять на опор, который будет в беседе. Когда этот человек переступил порог, то он почувствовал что-то очень близкое и родное. Самир. Это имам мусульманской общины. Они сели в гостиной друг напротив друга, и имам задавал какие-то вопросы, а Самир на них отвечал. Потом произошло то, что ни вы, ни я не ожидаем. Этот имам пересел к нему на диван. Обнял его, и вот по ощущениям он обнимал, как близкий человек. Вы знаете, вот Давид также обнимает меня в коридоре все время. И он говорит, я чувствовал какое-то радство, душ. И он ему сказал такую фразу. А, значит, то, что ты обнимаешь, ты не переводишь. Хорошо. И он ему говорит такую фразу. Я рад, что ты верующий. С этими словами он встал и ушел. И вы знаете, что мусульмский святый, он сказал ему, я так рад, что вы верующий. Я хочу, чтобы вы это запомнили. И это сделал мусульманский священник. И я хочу, чтобы вы заметили, что это было сделано мусульмский священник. Это еще укрепило его в том пути, который он выбрал. И это реально реагировало его решение. Прошло два года его скитания, и родители, не выдержав разлуки, снова позвали его домой. Они научились мириться с его христианством. Продолжали любить его как сына. Он закончил университет Эндрюса, получил статус доктора богословия, и, кроме того, закончил один факультет, который называется религиозное образование. Стал доктором. Он стал адвентистским пастором. И однажды в его церкви он сделал такое интересное собрание. Он пригласил церковных лидеров. Эти люди должны были говорить о том, какие их разочарования или невзгоды, или ошибки постигают в служении Богу. И в конце не говорит ничего такого ободряющего, поддерживающего. И в конце не говорит ничего ободряющего, поддерживающего. То есть должны были говорить о неудачах. Он задумался над тем, кто в конце выйдет, поставит точку в этом диалоге, кто их поддержит. And he also tried to think of a person who should be the last one to speak so who can actually conclude that meeting and actually that only one person could say some good things. Некоторое время назад в их церковь, можно сказать, случайно зашла корейская девушка, которая занималась белой магией. Она, видимо, ждала какой-то транспорт, было очень холодно, а двери были открыты. Кроме того, на афише было написано «Магия христианства». И, видимо, вот холод и слово «магия» были двумя ключевыми моментами, по которым она открыла дверь храма. Она села на последнем ряду и слушала рождественскую историю. Она познакомилась с пастором, он говорит, что нам нравилось заботиться о ней, о ее маленьком сыне, мы поддерживали ее, то есть они начали дружить. И вот когда он думал об этом собрании, которое будет проводить, почему-то ему пришла такая мысль, почему бы этой девушке не выйти и не сказать в конце последние слова ободрения и помолиться. И поэтому, когда он думал о организме для религиозных лидеров, он также подумал о этой девушке и подумал, что если я спросил этого девушке, чтобы пришли сюда и поговорить. За этой мыслью пришли сразу еще две. Ты хочешь лишиться работы? Или ты внимаешь призыву Бога? Настал момент, когда на собрании высказались все, и в зале повисла такая гнетущая пустота, потому что чем дальше люди рассказывали, тем больше казались проблемы эти растут, и нет никакой надежды. И пастор еще раз пожалел о том, что он просил эту девушку выйти. Но она вышла на кафедру и стала молиться. И в своей молитве она благодарила Бога, что в этом городе есть такие люди, как эти пасторы. Благодарила о том, что, смотря на них, такие, как она, выбирают лучший путь. И она сказала фразу, которую мы никогда не говорим в молитве. Она сказала, я не христианка, но я прошу благословить этих людей. И в ее молитве она сказала эти слова, я не христиан, но я хочу, чтобы вы благословите этих людей. И он пишет о том, что пасторов очень сильно ободрило то, что она сказала. И он пишет о том, что пасторов очень сильно ободрило то, что они пытаются сделать то, что, как правило, не делают священники. Он переступил порог мусульманской мечети. Попал на праздник и увидел, что есть некоторые похожие элементы. Приходили люди. Они рассказывали о своих проблемах. Мужчина говорил, что у него болит колено. Женщина рассказывала о предстоящем разводе. И он слышал слова благословения из Корана, которые ему в детстве читала бабушка. Ему приходил на память еще один момент, когда он метался между христианством и домом, он тоже вошел в мечеть. Это было 10 лет назад. Служитель открыл Коран и прочитал ему фразу «Нет перенуждения в религии». Он наблюдал за ходом служения, за молитвой, за проповедью, которая потом была. И он не чувствовал себя чужим. Потом, когда он собирался идти домой, потому что жене он пообещал, что будет в 9. Все прихожане начали подниматься на второй этаж. Его позвали с собой, он вошел, и там намечалась трапеза. Было 12 часов ночи. Он отметил, что здесь были разные люди. Были бизнесмены, простые служащие, парковщики, все, абсолютно разные социальные слои. Он спросил, вам завтра не надо идти на работу? На что они ответили, мы хотим общаться, это вот наш обед, мы хотим быть вместе. Они засмеялись, и он говорит, я чувствовал себя дома. Дальше в его жизни настал очень яркий момент, это 11 сентября, когда башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули в связи с террористическим актом. На цокольном этаже его церкви каждый день ночевало до 50 человек в спальных мешках. И они с женой, как могли, заботились о них. И тут с Манхэттена пришла женщина, которая говорит, какие у вас нужды. Он сказал, что не хватает душа. В течение считных часов она расклеила объявления на дверях, и открылись квартиры, которые стоят миллионы долларов. И в эти дорогие квартиры потянулись люди, которые нуждались сейчас в горячей пище и в душе. Еще одна общественная организация, узнав, что в церкви они пытаются помочь людям, которые ожидают везти из этих башен, помогала с обедами. То есть общественная организация, которая была рядом, помогала с обедами церкви. Он говорит, я видел, как рушатся социальные и религиозные стены. Я всегда думал, что Бог находится внутри церкви, как он может быть за ее пределами. И он сделал еще один шаг. Он видел паника, которая поднимается в жителях Нью-Йорка. Он вырос в среде другой религии и знал, что там убийство считается нарушением всех возможных норм и заповедей. Он пригласил в свой храм представителей других религий. И он сделал открытое собрание. И на фоне всеобщего страха и потери надежды. На сцену поднимались уличные нью-йоркские музыканты. Пели свои песни и говорили о своих переживаниях. Поднимались иудейские раввины. И также высказывали свое отношение к происходящему. Поднимались также мусульманские священники, которые рассказывали о сути вообще мусульманства. Он пишет о том, что он наблюдал, как город перемешивали, как многослойный салат. Рушили стены. То есть люди, которые никогда раньше не должны были общаться, помогали друг другу. И после этого год, бок о бок, они вместе трудились. Помогая людям, чем они могли. Он говорит, что единственным символом христианской веры для меня остался Иисус, который склонялся перед Петром, омывал ему ноги на вечере. И он понимал, что, может быть, это единственное, что в христианстве должно привлекать и его, и окружающих. Получилось так, что целый год они служили людям вместе. И поэтому это произошло таким образом, что за год они служили вместе. После этого был один звонок с одной христианской радиостанции. Они сказали, вы можете нам рассказать, готов ли этот город для евангелизации? Они спросили, вот в условиях произошедшего мы сейчас можем завевать этот город для Иисуса? Он говорит, я задумался, потому что в этой фразе я опять увидел стену. Он набрал побольше воздуха и сказал, вы знаете, я думаю, что мы можем научиться сегодня у нью-йоркцев. Иногда мне, может быть, становится больше стыдно за христианство, потому что сейчас конфликты мы пытаемся, как страна доминирующая, решать силой. Мы вводим войска. Может быть, нам стоит посмотреть на жителей этого города и вернуться к путям Иисуса. Ведущий быстро перевели тему, и из эфира его выбросили. И поэтому гостя, они не нравились, о чем он говорил, и они остановили его интервью. Его путь и служение продолжается, и настал момент, когда его родители в очередной раз приехали к нему погостить. Они давно помирились, давно стали общаться, но христианство было закрытой темой в их семье. В свете всего вышесказанного, он однажды, стоя в собственном кабинете, и видя, как его отец очень терпеливо, спокойно красит его веранду. Начал думать о том, что он очень благодарен этому человеку, который прививал в нем самые лучшие качества, которые учил его жить. Он посмотрел на свою маму, которая с радостью ставила вишневый пирог в духовку. И, несмотря на уходящие годы, он знал, что она еще больше помогает людям, чем раньше. И, даже когда она сейчас очень старая, он понял, что она пыталась сделать ее лучше, чтобы помирить людей. Он посмотрел на свою старшую сестру и подумал о том, что все годы, когда он искал Бога, она заботилась о его родителях и всегда пыталась их помирить. И к нему пришла мысль, почему бы сейчас, как тогда раньше, когда первый раз он вошел в кабинет к отцу, не пригласить отца в свой кабинет. Отец поднялся к нему, и он сказал ему, я хотел бы, чтобы ты побывал в моей церкви. На что отец посмотрел в окно и сказал, ты знаешь, как я к этому отношусь. На что сын ответил, ты знаешь, годы уходят, я просто хочу, чтобы ты увидел мой мир изнутри, и все. И отец сказал, хорошо. И отец сказал, хорошо. И отец сказал, хорошо. В ближайшую субботу он называл свою проповедь, которая называлась Любовь. В зале было порядка 700 человек. И первым на экране появились фотографии его родителей, свадебные фотографии. Потом фотографии их медового месяца, и на них было видно, что они не могут насмотреться друг на друга. И он сказал, вот это мои родители, благодаря их любви появился я. Потом была фотография маленького мальчика, который сидел на ступеньках многоквартирного дома. Это был он в детстве такой живой, счастливый и радостный. А потом появилась фотография уже в молодом возрасте, когда он был на фотографии с такой ехидной усмешкой. И потом появилась фотография от него, как мальчика, и там был саркастический смайл на его лице. С таким лицом он говорит, я был готов вести любые христианские дебаты, и любую тему перевести только на библейские разговоры или темы. Вот с этим лицом родители учились его терпеть, когда он вернулся домой. Он говорит, что когда я первый раз наткнулся на текст «Я путь, истинная жизнь», то я сразу узнал его. Я знал, что такое любовь, потому что помнил о своих родителях. Они явили эту любовь в полноте. Они, не принимающие христианство, были моими первыми евангелистами. После чего он просил собрания встать, и все поприветствовали его родителей. Когда собрание закончилось, он посмотрел на свою мать и видел, что она очень умиротворенная. Глаза сестры тоже светились. Отец, который не мог произнести вслух слово «проповедь», сказал, да, твоя лекция затянулась на 40 минут, еле сдерживая эмоции. Многие на стоянке подходили к ним, чтобы пожать им руки, обнять. Кто-то пытался поговорить с ним на хорватском. На следующий день они улетели обратно в Хорватию. Нам иногда кажется, что мы обладаем абсолютным пониманием того места, где должен находиться Бог. Мы с очень большим сомнением относимся к тому, что Он может быть явлен в чужой жизни. Мы не всегда верим, что проявление именно Божьей любви может быть в ком-то другом, не только в нас. И иногда мы уверены, что нам уже больше нечему учиться. И иногда мы очень уверены, что мы не должны быть учены. В жизни этого человека, может быть, по-другому проявился текст, который записан в Исаии 55 главе. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Какое место? Это 55 глава, 8 стих, порок Исаия. Итак, это Исаии 55 глава, 8 стих, когда Бог говорит, что мои мысли не ваши мысли, не ваши мысли, не ваши мысли, говорит Господь. Знаете, что еще интересно? Сегодня, когда я входил в храм, я очень долго думал, вообще стоит на такие темы размышлять. Оно все как-то сложно. You know what's interesting? When today I entered this place, I also tried to reconsider my sermon, and I thought whether I should really preach on this topic. Но в жизни этого человека произошли изменения. Не просто он стал толерантен, как мы любим говорить, или веротерпим к другим. Иногда человеческое горе или жизнь перемешивает все в нашем понимании. Because sometimes when bad things happen, and they just mix everything in our life. И в такие моменты мы становимся ближе. И к Богу, и к людям. Перешагнув сегодня порог нашей церкви, ко мне подошел наш охранник Сергей. And so when I entered the building today, our watchman Сергей, he came up to me. И говорит, Дима, возьми, здесь есть священное писание для мусульман, может кому-то подаришь. And so he gives me this Bible, and he says, you know, this Bible written is translated for Muslims. Я говорю, это очень интересно, потому что сегодня тема будет касаться этих людей тоже. And so I told him, you know, that's interesting, because today I was going to preach about Muslims. Иногда, может, стоит задуматься о той вести, которую Христос сказал, несите Евангелие. И знаете, что интересно? So sometimes we should really recall this idea that Christ commanded us to bring and to carry the gospel to every nation. Он часто перешагивал чей-то порог не только для того, чтобы через этот порог потом кого-то перетащить. Sometimes when he entered a house, he didn't have this idea then to carry that person out of that house. А может быть, больше для того, чтобы явить Божью любовь. But his main purpose was to show God's love. И мне кажется, в жизни вот этого пастора похожее происходит. And so I think that something similar happened in the life of this pastor. Он перестал ограничивать Бога только рамками определенного видения. So he stopped thinking of God as being limited by certain barriers. Просто его проявления он встречает повсюду. And so actually he saw that God was in everything. Я предлагаю вам просто об этом подумать. So I just suggest you to think of this. Давайте помолимся. So let us pray. Любящий и милосердный Господь и Бог наш, Our dear heavenly Father, Мы благодарны за историю людей, которые остаются верными своими принципам. We thank you so much for this story of people that are faithful to their principles. Которые остаются пасторами нашей церкви. That remain pastors of our church. Но которые больше открыты для мира и для общения с другими людьми, чем мы. But that become more open to communicate with the people around. Они пытаются разрушить те стены, которые мы сами воздвигаем. And they try to destroy the borders that we sometimes build. И в осознании, что мы люди пытаются жить бок о бок. And they try to live with the people that live around us. С теми, которых, возможно, мы не принимаем. And they try to accept those people that we reject. Мы просим Господи, дай нам об этом подумать. So we ask you to help us think it over. Во имя Иисуса Христа, молим и просим. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.